Ищешь сервер L2, на котором поиграть, но не знаешь где и когда? Тогда L2Op.ru создан специально для тебя. Анонсер игровых открытий, который поможет быстро и удобно подобрать сервер, подходящий именно тебе. Гибкие настройки облегчат тебе поиск. Выбирай хорошие серверы. Ссылка есть в описании. Всем привет, дорогие друзья. Это снова «Наточная битва». С вами, как всегда, Лемур и Уайт. И сегодня у нас в выпуске будет необычное противостояние между Еешкой и Дестером. ДД против саппорта. Привет, Лемур. Привет, Уайт. На кого ты ставишь в этом бою? Это достаточно сложный для меня вопрос, потому что по предварительному голосованию у нас выиграл Дестройер со счетом 4-0. Но если вспоминать прошлый выпуск, который, кстати, закончился со счетом 2-2, зрители отдали свой голос все-таки Берсу, и ему присуждается спорный балл. Хотя по предварительному голосованию там тоже выигрывал Берс со счетом 4-0. Но на самом деле могло случиться так, что Берс мог проиграть со счетом 3-1. Так что Лемура, я не знаю, какой будет результат. Мне кажется, что у Ешки есть шансы и весьма весомые, хорошие шансы. А с учетом того, что у нее есть еще и пассивка на Лайт, то, возможно, ей удастся как-то откайтить лимиты Дестройера и выиграть этот бой. По моему мнению, все будет зависеть от Ее. Насколько хорошо она будет кайтить и насколько хорошо Дестер будет ее догонять. Потому что, если Дестер догоняет Ее, он ее убивает. Ну, Дестер без АВ плохо догоняет, но что-то мне подсказывает, что если проигрывает Дестер, все в комментариях напишут, что плохо отыграл Дестер. Если проиграет Еешка, все напишут, от чего вы ждали Дестер это имба, который убивает Еешка с одного крита. В общем, скоро мы узнаем результат, а теперь давайте представим у гостей два хороших игрока на своих персонажей. На Дестере у нас играет 13-й Вариор. Он практически все время играл на Дестройере, причем пылил свой пак и знает Дестера от и до. Я думаю, что он нам покажет действительно хороший скилл. На Ее у нас Old School. Он практически всегда играет за Еешку, причем даже на ПВП-серваках, когда этот пас совершенно не востребован. Сейчас он, конечно, перешел на Shill & Elder, но, по-моему, этот класс даже немного сложнее, чем Ее. Так что ожидаемы от него действительно хорошие результаты на этом классе. Шалом! Всем привет! Перед тем, как мы начнем эту битву, обязательно пишите в комментариях, какие классы вы хотите увидеть в следующих выпусках. А перед тем, как мы приступим к нашему сражению, обязательно пишите в комментариях, на какие битвы вы бы хотели посмотреть и какие для вас были бы более интересные. Пишите классы, которые вы ждете в наточенной битве. И обязательно ставьте лайк этому выпуску, потому что лайки нас очень мотивируют и ваша поддержка нам как никогда важна. Ну а теперь приступаем к выпуску и начинаем с бана арен. И по жеребьевке право бана первой арены получает... А ты бата шли солдата, а ты бата на базар. Ее, Old School, какую арену ты хочешь забанить? Пойму. Прямая арена так и напрашивалась на бан, поскольку Е надо кайтить, как я и говорил. И... 13, на какой арене ты не хочешь играть? Фонтаны. Хорошо, с банами определились, бафаемся и погнали. Первый бой у нас будет происходить на арене с четырьмя столбами. Персонажи у нас полностью готовы. И по условиям данного шоу, напоминаю, что бафаться с элфами и сливаться на лимиты можно только после начала боя. То есть после счета. Успеют они или не успеют, это не так важно. Опять-таки это тактический прием. Возможно, кто-то сразу побежит и, например, отхили того же самого дестройера. Если вы готовы, то даем счет. Три, два, один. Поехали. Начинает у нас бафаться персонажи. На самом деле, дестройер с таким бустом сливается и бафается, наверное, немного быстрее, чем Е-Ешка. Так что... Е-Е побежал уже вперед. Дестер, походу, очень готов. Дестер готов. Выбегает из своей арены. Подкатывается. Дает два скила. Е начинает кайтить. Ну, с учетом того, что у него Элегия сет, мне кажется, там шанс как-то очень большой. И... Ну, вот, чередует у нас дестройера мечи с булавами. Наверное, пока что не может определиться, с каким будет больше ДПС. Но, мне кажется, Е-Ехе, в принципе, на лоу бафе можно пережить этот ДПС. Но, вот, на фол бафе могут возникнуть проблемы. Пока что живет Е-Ешка. Там прошел блок ВВ, это не видел? Было тяжело определить, но под взяло там, скорее всего, он бы не прошел. Но ВВ снимается 100%, независимо, прошел блок ВВ или нет. Но Дестер все равно быстрее бегает под Зилом. Главное Е-Ешке прожить, насколько я помню, около минуты. И дальше уже будет... А дальше уже ничего не будет. И Е-Ешка, кстати, у нас умирает. Ну, как я понимаю, умный Дестер не бафал у тебя ВВ, а Сонг не снимается. Сонг, да, не снимается. Тринадцатый воин, сколько у тебя осталось КП? Шесть четыреста. И ты вообще почел какие-то сложности? Был какой-нибудь момент, когда ты думал, что все, уже не получится выиграть Е-Ешка, и этот бой, скорее всего, слит? Да, не знаю, но просто как по чату смотрел, не очень криты хорошо по нему проходили. Потом в конце прошло два хороших крита. Ну что ж, пока что у нас счет 1-0. На самом деле, я сильно надеялся, что Е-Ешка будет все-таки выигрывать Дестеройера. Не хочется предсказуемый результат в 4-0, все-таки за нее голосовало большинство. Но я думаю, что Е-Ешка сейчас подумает что-нибудь над своим бафом, и на лоу-бафе он все-таки один балл получит. Ну что ж, переходим к арене с горгулями. Переходим ко второй арене первого раунда. На горгулях, я думаю, Е-Ешке будет немного попроще откатить. Но давайте меньше слов, больше дела. Сразу даем счет и смотрим, какой будет результат. Три, два, один, поехали. Ну опять-таки, начинается у нас все с элфов. С элфов много как у Е-Ешки, так и у Дестеройера. Мне кажется, что Дестер это все-таки читерская вещь в данных условиях, потому что лимита реально дает очень много. Ничего себе, Е-Ешка решил выжигать МП Дестеройеру. Возможно, чтобы он не рашил, хотя рашу не долго откатывается, и вряд ли здесь рашу зарешает. И, я так понял, был блок ВВ сейчас. Лимор, вот ты как считаешь, зрители правы, что считают, что счет будет 4-0, или все-таки нет? Ну, тут сложно сказать. Опа, это был стан? Мне кажется, сейчас Е-Ешке было очень больно. Было бы несколько критов в спину, и успеет ли он сейчас нормально отхилиться? Дестер это машина для убийства, серьезно. Я думал, Е-Ешка просто не почувствует этого дамаги, но нет, дамаги очень много. Но Дестер все-таки может огнать Е, несмотря ни на что, ни на блок ВВ, ни на быстрый бег самой Е-Ешке. Самое классное то, что у Е-Ешки ков, который не режет скорость бега, а Дестеру или ков приходится не бафать. Бафы, кстати, видели перед началом этой битвы, какие у персонажей. Чтобы догонить как-то Е-Ешку, потому что под ком, скорее всего, мы не догоним Дестера Е-Е. У Е из-за этого есть преимущество некоторое. Ты говоришь, что у Дестера есть преимущество за счет лимитов? У Е есть, опять же, свое преимущество за счет бафа. Практически полного бафа. Ну, да, на лоу бафе с ковом, со всеми нужными дэнсами, сонгами. Ну, на фул бафе, получается, у Е вообще нет шансов? Или что-то же, что там есть что-то такое, что даст какой-то плюс Е-Ешке? Возможно, берс, если у нее не было до этого за счет бега. Но это, скорее, будет для Дестера помощь. Если здесь думать, какие бафы сейчас могут быть у Е-Ешки на ДПС, это должно быть два дэнса. Это должен быть импауэр Аккумин, но Аккумин, скорее всего, и так и есть. И берс для фулл ДПС выходит, если я ничто не забыл. А, скорее всего, против Дестера на лоу бафе нужно больше выживать. Так что здесь, скорее всего, есть КК, ЧОПики, ЙОПы. Опять-таки, окей, ВВ у него своя. А сонг на ПДФ уже 4 выходит. Так что, в любом случае, на лоу бафе он комбинирует ДПС с выживаемостью. На фулл бафе этого делать не придется. Опа-на. Ух ты. Пока что мы дискутировали на плюсы и минусы, тем временем Дестер все-таки умер. Вот это неожиданный результат, только хотел сказать, что Е-Е отошла от Каргули, и это было ее ошибкой, но оказывается, нет. Аскул, скажи, у тебя много оставалось МП, и какой нижний порог ХП, который у тебя был в этом бою? То есть, сколько у тебя было минимум ХП? Ну что ж, получается, все-таки билд зарешал. Это был билд не на ПДФ и не на атаку, это был билд на ХП. Ну, в принципе, на выживаемость, но что-то я про него сразу не подумал. Это была хорошая идея, и, возможно, даже можно было за место своего ПОВа бафнуть. Хотя нет, ПОВ у Е-Ешки все-таки не режет скорость бега. Ну и проблем с МП, получается, не было никаких, потому что в запасе у Е-Е еще остается блесов Ева. Ну что, счет 1-1, и, возможно, если бы билд был выбран на первый бой немного другой, счет мог быть бы 2-0, и это уже не такой результат, который прогнозировало большинство. Теперь переходим к фулл бафу, и остается надеяться, что Е-Ешка там что-то, да, покажет. Приступаем к бою на фулл бафе, оставляем эту же арену, но, скорее всего, Е-Ешке придется как-то менять свою тактику, потому что на фулл бафе ей будет тяжелее выступать. А как они ее изменят, узнаем прямо сейчас. Лемур, давай счет. Три, два, один, поехали. В этот раз Е-Ешка, кстати, ничего не бафало. Я так понимаю, то, что это тактика отхиливания Дестерера? Нет, Дестер успел. Дестер заюзал просвет, но почему-то стоял на месте, скорее всего, таргет не выделился. Судя по его скорости бега, он не успел завязать лимита. Да не может быть. Или же да. Ну ты посмотри на него. Он бегает как черепаха. Как настоящий орк. Ну, возможно, такое могло произойти, потому что по нашим условиям фулл баф бафается сразу, селфы бафаются после счета, и, возможно, ему не хватило немного слить хп. Но у него есть пика, он мог успеть надеть пику и слиться скиллом, но, может быть, там не хватало, точнее, хватало гораздо больше хп, и нужно было сливаться сильнее. Ого. Но это ему не помешало бить Е-Е. Но, как я и говорил, фулл баф, это чересчур сильный буст Дестерера, и если у него реально не было лимитов, то что будет с лимитами, мне прям страшно представить. Тринадцатый, у тебя были лимиты? Короче, я успел завязаться, но он грамотно сделал, он меня забафал, и у меня зил был в конце. И он ушел, а Фринзи успела остаться. А так, в целом, 4500 хп осталось. На самом деле, это хорошая тактика от Е-Е, потому что у нас лимит бафов по оффу, всего лишь 24 слота. И то, что Дестер бафнул фулл баф после лимитов, это, конечно, немного неправильно, но, по сути, это сыграло в минус Деструеру, но даже с условием этого Дестер все-таки смог убить Е-Е. Так что, оставляем этот балл за Дестером, потому что при других обстоятельствах результат был бы совершенно тот же самый. И я не знаю, что будет, конечно, на следующей арене, и как Е-Ешка будет выкручиваться. Возможно, это будет лайтсет, возможно, это будет пушка на хп. Увидим в следующем бою. Приступаем к финальному раунду, он же решающий, потому что сейчас у нас может получиться ничья. Лимора, что думаешь, нужно сделать Е-Ешки, чтобы победить в этом раунде? Быстро бегать и долго жить. Ну, да, логично. Ну, давай посмотрим, получится ли реализовать твою идею Е-Ешки, и начинаем бой. Три, два, один, поехали. Лимора, смотри, а Е-Ешки ведь изменила билд. У ней икар, молот, рарный на хп, и это даст преимущество, что ей не убрёт с одного крита. Да ещё и лайтсет. Ай-яй-яй, с нюками что-то тут. Да, видать, я немножко звуки ленюки при смене оружия. Дестер боже... А. Ну всё. Сколько был крит? 4, 4, 105, 700. У Е-Ешки есть Е-ОП, который снижает шанс крита на 30%, и если даже у тебя шанс крита 500, хотя у тебя вроде не должен быть сейчас 500, у тебя же был фулл хп, или это бы вышел на лову? 286 у меня шанс был, у меня чуть захилял всё равно. 286 шанс крита, Е-ОП снижает на 30%, где-то 180 шанс крита. А лайтсет от Е-Ешки снижает примерно ещё на 30%, шанс крита становится около, получается, 13%, два крита подряд, шанс около 1%. А что с Дестером не так? Как ты это сделал? Да ничего там такого нету, просто его обычно недооценивают. Это Дестер настоящий Дестер, я прямо слышу по голосу. Ну что, не оправдал лайтсет наши ожидания, возможно, молод бы немножко бы помог бы Е-Ешке, он бы прожил бы два этих хрита, но я бы не знаю, смог бы он бы отхилиться, он бы не смог бы бегать во время отхила, и... Ну что ж, сказать, Е-Ешка немножко слабее Дестерера на фулл бафе, в принципе, мы это и прогнозировали, и итоговый счёт у нас 3-1. Поздравляем Дестера с победой, он убил бедного саппорта, даже жалко смотреть, как он сейчас лежит. Но зато мы увидим в комментариях, как очень много грязи поливают на Дестерера, я боялся именно этого. На Е-Ешку, я думаю, особо плохо говорить не буду, потому что Е-Ешка реально пытался всеми силами как-то выиграть эти бои, и смог вырвать 1 балл, сейчас он лежит бедный в лайтсете, мне даже его немного жалко. Зато мы увидим в комментариях пожелания, каких персонажей хотят увидеть наши зрители в следующем бою, и мы постараемся реализовать ваши идеи. Потому что, как не комментаторам, знать самые интересные противостояния разных профессий. Присоединяюсь к поздравлению Лемура, Дестерера действительно оказался очень стиловым. Кому хочешь передать свои приветы? Ну, видео у КББ, который пригласил сюда. Также всему клану НК, с кем играл, бывшему паку, тоже пацаны, может, думаю, увидят, и если видос будет, им тоже скину, пусть посмотрим. Всем спасибо, до свидания. Олдскул, как считаешь, это твоя вина в проигрыше, или все-таки Дестеройер действительно сильнее, чем ЕЕ в данных условиях? Да, тут сложно, если честно сказать. Просто с его автоатакой даже выхериться устоять невозможно почти. Если такая частота критов идет с таким бафом, то здесь почти шансов нет. Ну, я думаю, это что-то было рандом, и ему повезло на криты, но рандом это вся суть линейки, так что оспаривать этот результат мы не будем. Ты все равно молодец, очень классно выступал. Кому хочешь передать приветы? Спасибо, Лайт Лемура, что пригласили меня, участвовать было приятно, интересно. Вот, удачи вам. Ну, мы думаем, что мы тебя еще раз пригласим обязательно, потому что ты реально показываешь классный скилл на ЕЕ, просто первый твой соперник вышел таким действительно очень жестким, Дестеройер это, наверное, один из фаворитов данного шоу. Будем рады видеть тебя еще раз на Ешке, надеюсь, что согласишься посетить это шоу еще раз. Да, конечно, соглашусь, почему нет? Ну, а мы на этом будем прощаться. Таблицу данной группы вы видите на своих экранах, я надеюсь, что у Ешки все-таки остаются шансы на выход из группы, а у нее они определенно остаются. Какой следующий бой, как я уже говорил, уже решаете вы. Спасибо вам за просмотр и ваши лайки, с вами, как всегда, были Вайт и Лемур, увидимся на следующей неделе, пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok